Что приготовили американцы неподалеку от Крыма и Донбасса, не знал никто. Но, по всей видимости, знали наши военные. Решение о строительстве этой станции было принято Совмином Советского Союза в 1977 году. Давайте посмотрим, что такое Запорожская атомная станция. И можно ли ее взорвать так, чтобы Чернобыльская катастрофа показалась на этом фоне невинной игрой? Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «За углом». Главный на сегодняшний день вопрос – это рванет или нет на Запорожской атомной электростанции? И что будет, когда украинские артиллеристы пристреляются и в групповой атаке с американскими «Хаймерсами» проломят купола всех шести энергоблоков атомной станции? Мировой и российский эфир полон картами и схемами распространения радиоактивного заражения в результате ядерного взрыва. Слушать и смотреть на все это стало невыносимо и страшно. Поэтому пришлось самому погрузиться в тему, поскольку еще советское высшее техническое образование позволяет мне сделать это легко. Итак, рванет или нет? Этой весной, когда началась военная спецоперация, я и сам говорил о возможной ядерной атаке на нас со стороны Киева. Не подрыва ядерного реактора, а прилета ракеты с вполне убийственным ядерным боевым зарядом. Во всяком случае, ракетный носитель на Южмашзаводе в Днепропетровске был готов. Плюс отработаны все способы получения высокообогащенного урана-235 для создания ядерного заряда. Начинай хоть сейчас, при 15 действующих ядерных энергоблоках на Украине. Технологии известны. При наличии 21 месторождения урановой руды на территории Украины сделать это легко. Я полагаю, что исходя из такой мрачной перспективы, вооруженные силы России и взяли под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. Еще в феврале, через 4 дня после начала СВО. Оставлю мотивы украинских и американских военных, которые на пару планируют все военные операции. Давайте посмотрим, что такое Запорожская атомная станция. И можно ли ее взорвать так, чтобы Чернобыльская катастрофа показалась на этом фоне невинной игрой. Хаймерс. Начну из совсем недалекого советского прошлого. Решение о строительстве этой станции было принято Совмином Советского Союза в 1977 году. В 1979 началась формироваться строительная площадка. Первоначально планировалось строительство четырех энергоблоков. Но в 1988 проект изменили и началась достройка еще двух. Закончилось все уже в 1996 году. Станция стала крупнейшей в Европе и третьей по мощности в мире. Идем дальше. Все шесть энергоблоков оснащены реакторами типа ВВР-1000. Это водно-водяной энергетический реактор мощностью 1000 мегаватт. То есть в нем в качестве двух контуров теплоносителя используется вода. Первый контур охлаждает реактор и передает избыточное тепло второму водяному контуру, который перегретым паром под давлением 60 атмосфер крутит электрогенерирующую турбину. То есть вода является не только теплоносителем, но замедлителем и отражателем нейтронов в активной золе реактора. Это в первом контуре. Разработка ВВР-1000 началась в 1966 году на основе уже разработанного тогда реактора ВВР-440. Тот же в свою очередь был гражданской версией разработанного ранее ядерного реактора для подводных лодок. Совсем немного истории. В 1969 году в Курчатовском институте под руководством академиков Курчатова и Александрова было подготовлено техзадание на проект гражданского ядерного реактора ВВР-1000. И уже в 1971 году проект ВВР-1000 был исполнен ОКБ «Гидропресс» из подмосковного города Подольск. Сегодня во всем мире работает 37 таких реакторов. Это около 8% всех работающих на Земле ядерных реакторов. Что говорит о его абсолютной надежности. В том числе работе в режиме бомбардировки. Что происходит сейчас. Но об этом чуть ниже. Несколько слов собственно о ядерном реакторе. Его сборка вместе с крышкой и системой приводов управления и защиты имеет 19 метров длины и чуть больше 5 метров в диаметре. Сам реактор это 11 метров. Что обусловлено ограничениями по транспортировке железной дорогой с Ижорского завода-изготовителя. Этот самый завод и сегодня продолжает до сих пор делать ядерные реакторы в городе Колпино Ленинградской области. Больше таких уникальных реакторов, в том числе на Украине, не умеет делать никто и нигде. Сам реактор устроен вполне понятно. Повторю еще раз. Есть два контура воды. Первый циркулирует вокруг активной зоны реактора, охлаждая его стенки и отбирая тепло. В реактор погружены 312 так называемых тепловыделяющих стержней, которые выделяют тепло. Это 60 тонн урана с обогащением около 4%. Перегретая вода первого контура из реактора попадает во второй контур, где отдает тепло другому потоку воды. И та уже в виде пара под давлением 60 атмосфер вращает турбину, вырабатывающую электроэнергию. Но сам ядерный реактор лишь небольшая часть энергоблока, которых на Запорожской АЭС всего 6. Напомню, при гаворитах собственного реактора 11 метров на 5, общий размер энергоблока, его высота около 70 метров, включая защитный купол. Сам реактор является надежной защитой от радиоактивного выброса. Это стальная оболочка в 20 сантиметров. Сверху, через бронированную крышку, с ним сопряжена система автоматического извлечения ТВЭЛов из активной зоны, если возникнет угроза работы реактора, после чего ядерная реакция прекращается. Собственно, сегодня на Запорожской АЭС это уже и сделано. Все реакторы уже заглушены. Но от греха есть еще три контура защиты. Напомню, это 20 сантиметров стальной оболочки самого реактора, плюс купол армированного специального бетона. Он не заметит даже упавший на него со скоростью 720 км в час самолет массой 20 тонн. И даже землетрясение в 8 баллов он тоже не заметит. Опасность заключается в том, что можно вывести из строя систему электроснабжения с всей станции, в результате чего будет обесточен контур охлаждения. Но такая опасность подразумевает мгновенное глушение работы реакторов путем выведения из активной зоны тепловыделяющих элементов. То есть всей кассеты из 312 тепловыделяющих элементов ТВЭЛов. Что, собственно, и произошло, когда ВСУ начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС с другого берега Днепра и из городов Никополь, Марганец и Тамаковка. Не знаю, какое количество персонала осталось сегодня на Запорожской АЭС, но до недавнего времени было почти 12 тысяч. Так вот, двое из этих 12 тысяч стали добровольными наводчиками американских ракет РССО «Хэмерс». Что двигало этими людьми, непонятно. Но были и другие странности у руководства этой станции в последние несколько лет еще мирной жизни. Они согласились пойти на смертельный эксперимент и заменить ТВЭЛы, которые производят Росатом для всех реакторов, сделанных в Советском Союзе и России. Так вот, в 2014 году на пятом блоке Запорожской АЭС их заменили на топливные элементы американской фирмы Вестингаус, принадлежащей японской фирме Тошиба. Такой же политический смертельный фокус поначалу хотели сделать в Чехии на АЭС «Тамелин» с таким же реактором ВВР-1000. Но американская сборка разгерметизировалась, и чехи так перепугались, что забыли об американском ядерном топливе навсегда. До сегодняшнего дня, кроме Чехов, везде, где были построены АЭС еще во времена Советского Союза, в том числе финны, немцы и венгры, продолжают брать ТВЭЛы только у нас. Это часть всего проекта по работе советско-российских ядерных реакторов за рубежом. И только на Украине, на Запорожской АЭС пошли на переделку системы приводов и управления работой 5-го энергоблока. Только так можно заменить родные ТВЭЛы на американские фирмы Вестингаус. Кстати, сами американцы загружают до 30% своих ядерных мощностей российским ядерным топливом. Несколько слов об этой истории с Вестингаусом. Началась она в начале 90-х годов, когда на Украине решили диверсифицировать поставки ядерного топлива и перейти на американские топливные сборки от Вестингаус. Неудачно стартовав в Чехии в попытке перехватить восточноевропейский рынок ядерного топлива для АЭС, американцы мертвой хваткой схватились за ядерные реакторы на Украине. Ясно дав понять, что хотят поставить их под свой контроль. Как я говорил, на 5-м энергоблоке Запорожской АЭС они это уже сделали. Что они там химичили на самом деле, одному богу известно. Думаю, что и это стало одной из причин взятия под контроль Запорожскую АЭС российскими военными. Что приготовили американцы неподалеку от Крыма и Донбасса, не знал никто. Но, по всей видимости, знали наши военные. Но вернемся к вероятности ядерного взрыва на Запорожской АЭС. Слушайте внимательно. Все шесть реакторов уже заглушены. Но если бы они продолжали работать, то даже при разрушении купола и выхода из строя системы охлаждения активной зоны реактора, катастрофического перегрева активной зоны, все равно не произошло. Система безопасности устроена так, что может функционировать автономно, вообще без персонала, 24 часа, в течение которых произойдет охлаждение реакторной зоны. На реакторах Фукусимы и Чернобыля такой системы безопасности не было. Так что никакого ядерного взрыва не будет никогда на Запорожской АЭС. Хоть бомбы на нее бросай. Но тревожная проблема все же есть. Это сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Это отработанные сборки, которые хранятся рядом со станцией на спецплощадке в вентилируемых бетонных контейнерах. Всего на Запорожской АЭС их должно быть 380. И 177 уже заполнены. Располагаются на специально отгороженной площадке. Отработанные топливные сборки имеют тенденцию разогреваться. Поэтому после выгрузки их хранятся сначала в воде, а потом в контейнерах с инертным газом. За 26 лет эксплуатации станции почти половина контейнеров уже заполнены. Если по ним прилетит американская ракета и контейнер разрушится, то прилегающая территория, разумеется, получит радиационное заражение. Кстати, контейнеры на Запорожской АЭС американского производства. Так что их слабые стороны и как они устроены, американские ракетчики прекрасно знают. Но остается вопрос. Почему их давно не вывезли? Станция-то находится под нашим контролем уже с 28 февраля. И все же вернемся к ядерному реактору и его возможному взрыву по типу чернобыльского, о чем говорят все, кому не лень. Говорю это потому, что нет полной ясности, уже все шесть реакторов заглушили или нет. Я слышал, что два еще будто бы работают. Так вот, охлаждение реактора можно сделать примерно за 30 часов. То есть, снижать температуру на 10 градусов каждый час. Примерно так же реактор и запускается. Делается это излечением из зоны реактора, топливной сборки или ее загрузкой. А сейчас о всем комплексе событий в Запорожье, связанной с большой энергетикой. Еще 18 мая этого года вице-премьер правительства России Марат Хуснулин заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Донбассе, на Херсонскую и Запорожскую области, а также на регион Азовского моря. Говорят, что это и есть одна из главных причин, из-за которой по Запорожской АЭС палят из всех калибров. Говоря простым языком, чтобы не досталась она никому. Сделаю еще одно пояснение. Что такое вообще энергоузел на Каховском водохранилище? Первый объект, о котором мы говорили, это Запорожская АЭС. Она поставляла 30% всей электроэнергии, потребляемой Украиной. Это 6000 мегаватт. Плюс здесь же, в Энергодаре, находится крупнейшая на Украине Запорожская теплоэлектростанция, мощностью 3650 мегаватт. То есть вместе с Запорожской АЭС это 9650 мегаватт. Это самый мощный энергетический узел Европы. После начала обстрелов эти мощности стремительно обнулились. Еще одна справка. На втором месте после атомной энергетики Украины стоят тепловые электростанции. Контроль над большинством из них Украина практически потеряла. В частности, контроль над Углегорской ТЭС. На очереди потеря контроля над Кураховской ГЭС. Одна из причин – потеря снабжения этих станций углем, который доставлялся из Донбасса и поставки которого были давно прекращены. Пару лет назад нехватку угля компенсировали импортом через морские порты и из России с Казахстаном. Но сегодня эти каналы тоже разорваны. Так что необходимую Украине электроэнергию можно будет получать предстоящей зимой только из оставшихся девяти энергоблоков атомной генерации и с гидроузлов. В первую очередь, с Днепрогресса. Напомню, что Днепрогресс – это еще один памятник социализму, который украинские власти обещают зачистить. Как и всю память Советском Союзе и Советском наследии. Понятно, что, осознавая потерю самой мощной Запорожской АЭС, главного источника электроэнергии Украины, в Киеве сделают все, чтобы ее энергия не пошла на восстановление Донбасса, того же Мариуполя. Значит, станция должна быть остановлена. И никто, никакой МАГАТЭ не остановит этот процесс, пока артиллерия и американские РСЗО будут бить через Днепр по Энергодару. Кстати, как мы могли бы ответить на это американцам? Примерно 20 лет назад в Москве рассматривался вариант установки монумента Христофору Колумбу в Нью-Йорке. Монумент должен был быть напичкан двумя десятками тонн пластида и подорван в день Х. Об этом очень подробно написаны в моем романе бестселлеры «Пробуждение Троянского Мустанга». Видеоверсию романа обязательно смотрите по ссылке в описании. Начинайте с первой серии первого сезона из шести опубликованных. Ваша кровь будет стынуть в жилах, я вам гарантирую. А возвращаясь к Запорожской АЭС. Вот что важно. Электроэнергии Запорожской АЭС по большому счету России не нужна. Донбасс давно подключен к России. Крым уже сам может поставлять до 600 мегаватт электроэнергии в Херсонскую и Запорожскую области. Так что АЭС может быть остановлена, что сейчас и произошло. Хоть поли по ней каждый день не переставая. И цель этих обстрелов получается одна. Создать неприемлемое ожидание постоянного ужаса, чтобы заставить Путина пойти на попятную. Самое простое для достижения этой цели – взорвать контейнеры с отработанными топливными элементами в сухом хранилище отработанного ядерного топлива. И загадить территорию. Это громко сказано. Ничего катастрофического для близлежащих областей и регионов не произойдет. Никакого облака с радиоактивными изотопами, как было в Чернобыле и в Кусиме, не случится. Гораздо чувствительнее подорвать электроподстанции в Джанкуе, как это было сделано несколько дней назад, чтобы не дать электроэнергии из Крыма обеспечить электричеством Херсонскую и Запорожскую области, обесточенные закрытием Запорожской АЭС и Запорожской ТЭС. В заключении два слова от разработчика проекта реактора ВВР-1000 о его безопасности. Сошлюсь на интервью в одной из московских газет. По его словам, самые новые реакторы могут работать по 72 часа в автономном режиме, без оператора. Блоки Запорожской АЭС могут работать, как и уже говорил, в автономном режиме, без оператора. То есть, когда всех операторов, например, поубивают хаммерсы, так вот, работать 24 часа автономно. И это при полном обесточении, при отказе всех дизель-генераторов, да еще при полном разрыве главного циркуляционного трубопровода. А сейчас слушайте очень внимательно. Какова вероятность такого развития событий? Вероятность того, что все это произойдет на отдельно взятой станции равна 10 в минус 11 степени. Для сравнения, вероятность попадания метеорита на голову в чистом поле равна 10 в минус 6 степени. То есть, даже при самом катастрофическом сценарии, Запорожская АЭС будет исправно работать с сутки. Осталось срочно вывести контейнеры с отработанным топливом. И заглушить все 6 реакторов, что, собственно, уже и сделано. Так что атомного взрыва и второго Чернобыля не будет. И на этом я с вами прощаюсь и до новой встречи у меня за углом. Субтитры создавал DimaTorzok